Итак, всем привет, с вами Довгай, и мы продолжаем говорить «Знаю Византию», и в прошлой серии мутативов вы подмяли под себя. Сейчас я занимаюсь по большей части просто переключая все куда нужно, тут флот, реорганизую немножко авиацию, армию, и я понял, что вот сейчас я выделю вот эти страны, а в России-то есть КБ на Польшу по решению, как и у Канады, как и у Франции на Францию, то есть в теории эти четыре страны я не могу выделять. Наверное, самое безопасное здесь это Германия, но вот остальное точно выделять не стоит, давайте Германию мы еще и выделим, вот, но Польша точно там есть решение, по-моему, если вы знаете, там есть решение напасть на те страны, которые не в Респакте, а Респакта, как вы можете видеть, нету, и у Британии, как бы да, тоже такое, короче, я бы не хотел оказаться сейчас в войне на два фронта, и в принципе я бы еще не хотел оказаться в войне против России, так что сейчас немножко подкупим ресурсы, я думаю, вот так вот мы подстроим все войска, у нас сейчас должно быть много пехотки, у нас пишется, что ее не хватает, но только потому что у нас гарнизоны еще не пообновляли все, как пройдет, все будет окей. С другой стороны, мы могли бы выделить все, кроме Польши, и вступить в войну еще сразу с Антантой и ее победить, может быть это и есть правильный ход, ну, сейчас будем смотреть. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. Вот тут идет пересчет снаряжения пехотного, и оп, у нас уже не 50 тысяч, а, ладно, здесь пишется все еще 50 тысяч, кстати. Самое главное, заполнить гарнизоны, если гарнизон заполнен, то в принципе все у нас окей будет, но и заполняются они достаточно быстро. А вот и синдикалисты победили в Америке, для нас это не новость, мы уже это, в принципе, видели и понимали. Но вот на кого-накового, на Нидерланды мы можем напасть, в принципе, уже. Блин, у нас из-за Германии у нас здесь немножко сломался призыв. И фронт, самое главное. Ну, окей, можем еще прислать туда авиацию, я думаю, это будет неплохая идея, чтобы поменьше потерь получить. Ну да, Нидерланды капиталируют быстро, и самое главное, они дают нам очень много ресурсов. А, там Инсулиндия еще в войне была против Ост-Индии, там восстание происходило. Из-за этого у них очень много вардскора. И это мне, несомненно, не нравится. Потому что я бы сам хотел себе забрать эти вот прекрасные ресурсы. Посмотрим сейчас, как, что у нас можем сделать. Может, мы сейчас пойдем и Инсулиндии сами домнем. Вот так получился раздел территории, достаточно, кстати говоря, забалансированный. То есть по островам мы нормально разделились, без каких-то полуостровов. Ну и получили мы себе неплохие запасы резины, хоть и не... Все еще она приходится импортировать, так что не бесконечные, но приятные. А, ну самая большая резина вот здесь вот, где мы ничего и не взяли. Ну, за скамеры, получается, у нас. А еще нам объявила войну синдикалистская Перу. Внезапно. Ну, у нас здесь, я надеюсь, есть базы, да, так и есть. Значит, мы поможем сейчас по-быстрому здесь со всем справиться. Думаю, проблем с этим не должно никаких быть. И вот три дивизии против одной, и внезапно выигрывает именно наши две. Ну, там в бою именно была одна. Что ж, это окей. У нас тут КБ готовится дальше вот сюда. Тоже объявим войну. А затем, я думаю, будем объявлять войну вот сюда. Только у нас политика в минус А ушла из-за того, что я выбрал оккупировать территории. Ну, такова, такова цена мира. Потому что иначе бы, я же говорю, была бы война на два фронта. Скорее всего. А вот и мы теперь помогаем им и в атаке. Атака, ну-ка, успешная? Нет, не совсем. Ну, ладно, нормально. Дальше подреганятся сейчас и пойдут опять. Главное им помогать бомбардировщиками. Типа вот, казалось бы, все плохо вот в этой битве, да? Четыре против двух. Но внезапно прилетают чертовы бомбардировщики и дивизии заканчиваются. Неприятно для них. Очень приятно для нас. Здесь то же самое. Такуют в гору. Плохие все статы. Но под бомбардировщиками все сразу меняется. Да, я думаю, наша авиация просто словно здесь вот выиграет сейчас войну. Как бы на ваших глазах происходит, так сказать, импакт от авиации. Вражеские дивизии просто испопеляются. Любая битва под ней становится просто, ну, моментально победной. Я думаю, эти ребята смогут без нашей дивизии сами здесь пропушить только под нашими самолетами. И так, потихонечку, потихонечку мы подходим к тем самым моментам, когда у нас будет готова армия. Набираем вот эту вот критическую массу, чтобы быть в состоянии сражаться с Россией. Кстати говоря, в России очень жесткие тут дебафы по поддержке войны, стабильности, да? И я так полагаю, войне это еще дальше попадет. А значит, что мы сможем достаточно быстро ее заставить капитулировать. Тут все еще есть потери в бою от войны, я так понимаю, с интернационалом. И с нами будет то же самое. И еще я пытаюсь потихонечку выйти в какие-то тяжелые, забавные танки. По той простой причине, что я хочу добавить инженерные, эти огнеметные танки в дивизии. И дать всей своей пехоте щиток. В идеале, по крайней мере. А вот мы наконец-то можем себе облегчить немножко по гарнизонам состояние. И плюс людские ресурсы, и плюс винтовочки. Логистика у нас отличная. Побольше делаем самолетов. И скоро сможем, сможем в планете начать эту войну. Но перед этим, я думаю, очень важно нам пойти захватить Испанию. Потому что без пролива вот этого гибралтарского нам будет очень тяжело здесь как-то маневрировать. У меня флот сейчас плывет через весь мир, чтобы попасть вот отсюда сюда и наоборот. Так что да, Испания. Как-то объединяемся. И потом, я думаю, начинаю войну. И недолго я отдыхал. Война все-таки началась. И напала на нас именно Сардиния. Да. Это неприятно. Но что поделать. Надо будет сейчас воевать, значит, на два фронта нам. Готовим здесь еще одну армию. В целом. Но мы уже достаточно готовы. Давайте какую-нибудь вот эту армию, наверное, перебросим сюда. Нам главное Францию здесь убрать. И, наверное, какая-то армия здесь сейчас будет заниматься выставкой в Сардинию. Вау, они даже отважились сами высадиться. Но это они, конечно, прикольно придумали. Жаль только, что... Сейчас у меня самолёты обучаются и им пизда. Но идея вообще, да, неплохая. А реализация-то какая? Почти получилось. Жаль, что не получилось. А, ну я тут, кстати говоря, удалил флот Канады. Хотя, ну не совсем прям удалил, наверное. Там еще чуть-чуть остается. Но в целом сейчас начинаем, да, удалять тут разные корабли. Я думаю, достаточно просто мы с этим всем справимся. В целом, учитывая то, что у меня здесь легкие крейсеры супер-большое имеют обнаружение. Есть 10, 2 и подлодок 22. Это безумно много. Просто посмотрите, в секунду у меня нашелся флот. Сразу прибывают здесь помощь. И сразу флот Франции, что правильно удаляется из игры. Прелесть. Ну и начинаем высадку. Чего нам стесняться? Здесь войска, кстати говоря, уже прибыли. Можем здесь тоже начинать наступление. Авиацию тоже мы туда должны, я думаю, отправить. Немалую. Я бы перебросил отсюда, честно говоря. Еще тоже часть самолетов. Здесь нам столько их, в принципе-то, и не нужно. А вот это, да, пойдет вполне себе сюда. Только без ударов по логистике. Это еще наша территория в будущем. Ну и выставка, конечно, супер успешная. Сардиния моментально капитулирует. И теперь все надо додумать. Блядь, Сардиния. Ну что ж ты наделала? Сидели спокойно. Не надо было начинать. Ну а теперь из-за радиинских амбиций вся Антанта будет удалена. Ну, кстати говоря, тоже готовая КБ на Испанию. Значит, Испания тоже сейчас будет удалена из игры. В общем-то, да, потихоньку сейчас всех поудаляем. Кого нам здесь не хочется видеть. Добили мы полностью Антанту на Остовах. Корсика тоже теперь наша. Ну, сейчас разберемся с вот этими странами. Кстати говоря, Португалия тоже часть Антанты. А, ну вот мы и объединим как раз-таки западную, как бы, часть Римской империи. Отлично. Кстати говоря, все бесконечно эти бои продолжаются. Сколько уже потеряли перуанцы? 220 тысяч. Неприятно для них, наверное. Ну да, они вот мобилизуются потихоньку. Ну, это будет продолжаться долго, пока наши вот эти ребята не смогут пробиться. Но в один момент от должны. По ощущениям, они просто туда-сюда бегают. Ну да, видите, вот они захватили провинции. И сбежали, типа, ну нахер, мы не верим в свой успех. А да, успех есть. И просто пушьте, блин, под авиацией. И вы просто института победите. А, пока я не смотрел, мы еще и Испанию захватили. Ну, классика. Я думаю, не следует останавливаться. И сразу же приступим к Португалии. А, каким-то образом мы в войну в Сербии зашли. Вот этого я точно не хотел. Это в моих планах не было. Ну, раз зашли, то да, надо воевать. А как это произошло, черт возьми? Сербия напала на кого-то? Сербия напала на итальянскую епархию, походу. Господи, ну что же вам в мире не сидится-то, а? Германию, кстати, надо было не призывать, но уже поздно. А значит, мы призываем всех. Да, хотел я избежать войны на два фронта. В итоге, на два фронта все равно пришла ко мне. Что поделать? Ну, прямо сейчас мы еще с Россией, кстати говоря, не воюем. А значит, у нас есть момент, когда мы можем жестко задавить. Вот уже Румыния зашла. Россия все еще не в войне, кстати говоря. Я не уверен, подойдет ли она, но вообще должна. У нас здесь вот не то армия. Вот мы деплойнули как раз-таки мужиков. Вот сюда. Давайте-ка и назначим побыстрее. Ну, вроде как у нас все даже нормально. Особенно учитывая то, что Россия не в войне. Это нас особенно спасает, я думаю. Но она же должна зайти за Членой Альянса. Хотя это offensive война. И Россия может сказать, сербия, идите-ка... Нет, не сказала. Ну, ладно. Не сказала так, не сказала. Что ж. Еще один вельткрик, так называемый, да, у нас происходит. Еще одна мировая война. Говорится, Византия станет великой или ее не будет вовсе, да? А тут можно сказать, Византия будет Римской империей или ее не будет вовсе. Наверное, вот так подходит побольше. Я, кстати говоря бы, вообще у нас есть опция мира, судьба Испании. Давайте власть, не знаю, карлистом. Давайте. И нам надо бы теперь... Вот, мы можем потребовать мира у Канады. И в теории мы должны были бы быть в состоянии затребовать мира у России, но пока почему-то нет. И так как с авиацией все становится все тяжелее и тяжелее, мы отсюда еще один... Еще одного крыла вот сюда перебрасываем. Ну, нам нужна здесь авиация. Хоть какая-то. Где-то какая-то. Ну, кое-как, кое-как, я думаю, мы сейчас должны справляться. Но нужно увеличить производство истребителей, мы это делаем. И нужны нам танки побыстрее. Нам нужно 3000 танков, чтобы закинуть их в наши дивизии. С ними у нас станет сколько брони? Я поменяю, скорее всего, обычную артиллерию, потому что вот это мы прокачано, это прокачано. В очевидно нельзя удалять никогда. РСЗУ тоже как-то не хочется, потому что нам нужен прорыв. То есть вот, 3000. Кстати, у нас будет 18 броней. Это все еще, кстати говоря, пыль, но... Если посмотреть на эти дивизии... Блин, 54 бронебойности. Как будто... Тут все еще мало. Ну да, в такой, в 44-м году, наверное, это будет мало. Но это только начало. Мы еще только базовые огнеметные танки. Вот только вот эти танки. Тут еще броня выключается. Посмотрим. Мне кажется, все-таки может сработать. Я зашел Клавс в Португалии. Португалия уехала в свои колонии. Кстати говоря, у нас здесь в Африке идет война. Но это, пожалуйста, ребята, сами там. Сами-сами. У вас тут есть какие-то дивизии. Мне впаду там чем-то заниматься, честно говоря. Можем захватить Тимор. Давайте. Не знаю, что это, но раз можно захватить, то захватываем. У нас освободилась армия. Я не знаю, наверное, отправим в Европу, спасать Германию. В России уже минус 20 стабильности. Из-за того, что поддержка войны низкая. Это еще накинуло сверху сюда. В общем-то тяжко-тяжко в России. Но пока что мы ничего не схватили. Так что о криптуляции даже рано думать. Нам еще надо сначала всех в Марионе так выбить здесь. А их тут немало. И войск у них тоже немало. Но вот первая Марионетка капает. Хотя в Севересербии, как раз таки, по-моему, Марионетки не было. Она именно в Альянсе была. Но тем не менее. Это уже облегчит у нас немножко все вещи. Потому что уже какая-то армия здесь пропала. И так будет сейчас с каждым. Румыния сейчас капнет. Пропадет еще часть армии этого фронта. Австрия. Потом Чехия. И потихоньку фронт должен начать осыпаться. Более того, мы в теории сможем тут окружить очень неплохую такую группировку. Вот здесь вот мы уже в Сербии окружили большую очень группировку. И здесь, я думаю, вполне себе тоже получится. Параллельно мы подготовим колобки, чтобы быстрее произошел кап. Умножая это на крайне низкую поддержку войны, я думаю, кап будет действительно очень быстро. А у нас еще и тут война с домененом Индией, кстати говоря, который смог объединить Индию внезапно. И у них еще война вот здесь вот с остатками, я так понимаю, японского альянса, что ли. Япония еще воюет с Китаем, но при этом с Россией уже замирилась. Да, события активны, но мы уже вот-вот-вот-вот очень близки к тому, чтобы объединить всю эту территорию. Сорядение взяла и каким-то образом высадилась вот здесь, хотя у нас здесь абсолютно зеленое море. Так, хороший вопрос. Боюсь, мы не узнаем на него ответ. Здесь тоже получается микроокружение. Но все еще микро, не микро, всегда приятно. Ликвидировать часть вражеских войсков. Не бывает, так сказать, лишних войск, которые жалко терять в окружении. Не жалко, точнее, терять в окружении, а все жалко. И все из них держат вражескую боеспособность. Все окружения. А значит, вполне себе это полезно. И вот здесь вот мы тоже сейчас, по-моему, сможем успешно его завершить, да. Здесь тоже идет потихоньку наступление, но тут куча гор вот этих вот, которые ломают фронты, так что не думаю, что у нас здесь что-то будет прям активное. Но, тем не менее, полезно, полезно. И тут до пределного момента потом будет Дон Кубань. Но я думаю, объедите и войну просто. После чего продолжится наступление в саму Россию здесь. Здесь мы взяли важные пункты снабжения. А значит, наступление сейчас пойдет намного веселее. То есть вот эти как раз-таки. И вот здесь вот тоже очень важный пустынный пункт снабжения. Кроваважный будет вот здесь вот. После того, как мы его заберем. У французов здесь, в принципе, почти не должно быть снабжения. Так что наступаем. Французы, я думаю, достаточно скоро капнут. Хотя еще пока вообще не показывается никакого желания капать. А вот Румыния и Чехословакия, да. Значит, мы должны усилить на них натиски, я думаю. Если говоря, в Германии уже фронт, так сказать, стал каким-то более-менее цельным. Да. Россия там пропушила территорию восточной Германии. Значит, мы можем делать вот так. Сделать нормальный фронт и потом по нему нормально пушить на восток. И я уже вижу у нас будущую проблему с мэнпавером. Все, давайте ее решим заранее. Начнем мобилизоваться заранее. Отлично. Чехословакия тоже капнула. Это тоже очень кстати нам сейчас будет. Войск становится на фронте все меньше и меньше. Австрия, я думаю, кстати говоря, будет держаться больше всего, потому что здесь куча гор и городов. Вот у нас новые танки есть. Начинаем исследовать следующий тир тяжелых танков. И, ну-ка, а я же... В смысле? Я же нажимал вот эту кнопочку. Где мой новый автоматически созданный... А, вот он. Отлично. И у него уже 40 броней. Все еще маловато. Все еще нам нужно больше. Он становится все дороже просто у нас на глазах, но зато он становится все бронированием. Все больше шансов, что хоть кто-то будет их не пробивать. И я думаю, в скором времени можно будет уже начать их выдавать. Прорыва здесь будет очень много. Конечно, такой танк, в принципе, противопехотная снижается, потому что мы убираем артиллерию. А тем не менее, ВСП повысится. Но так как я уберу артиллерию, и не заполню еще танки, я поэтому не буду пока что выдавать. Это если был просто дополнительный слот еще 6, грубо говоря, тогда бы я уже выдал. И какие-то имели баф. А так я у кого-то уберу уже существующее снаряжение. Зачем это делать? Правильно, не зачем. Поэтому мы так не делаем. И так, как я и говорил, здесь фронт сломался нахер. У меня все дивизии уехали на запад. Я ненавижу эти вот прекрасные фронты. И то, как они прекрасно всегда ломаются. Ну, будем сейчас как-то пробиваться. Постараться побыстрее нам надо проникнуть за вот эти вот непроходимые территории. Ну и там уже должно быть попроще с фронтами. К тому же, если мы сможем побыстрее сюда запушить, то есть я думаю, у этих войсков без снабжения не будет уже и шансов никаких. О, а вот и Румыния. Тоже фронт опять-таки сыпется еще больше. Нужно тоже побыстрее пропушить вот за эти территории. После чего сделать один большой фельдмаршевский фронт. И начать просто пушить. Передное небольшое окружение. Все еще очень-очень кстати. Любое окружение очень кстати. И да, мы действительно сейчас захлопнем очень жесткую большую ловушку. Но перед этим можем немножко, я думаю, поправить уже фронты. Ну и нет, я тут изучаю. Не у всех дивизий есть на самом деле на 24 пробития. То есть, да, у каких-то есть, но вот где-то... Где-то вот 60, то есть им дали бы того. А где-то 27, 17, 13, 19. То есть, какие-то дивизии будут получать. Будущие не давать на возможность щиток иметь. Ну и конечно, самое главное, это бафы. Так что я думаю, когда мы подойдем к Москве, у нас уже будут огнеметные танки. А в Перу уже поставили... Все взрослые проходят службу. Мы просто выбомбили все население в Перу. Ну это их вина, это они так заставили нас сделать, верно? Своим нападением. Я напоминаю, это они на нас напали. И уже потеряли 200 тысяч человек. А здесь уже пал жир, и я вижу, что наши войска загнали французов в котлы. И мы включаем огонь. И мы сейчас будем их закрывать, эти котлы. Но здесь тоже самое примерно... Получается очень, очень большая группировка. Остается в Австрии, Венгрии. И обратно в Россию они уже не вернутся. О, это опять-таки прелесть фронтов. Хочу сделать вот отсюда, вот до сюда. Ахуй вам. Давай с другой стороны рисовать. Только вот здесь вот, о господи. Пошло, пошло вот это вот. Прелести этих фронтов пошли, пошли. Нельзя ж было без этого. Ну да. Ну ладно, как-то ликвидируем сейчас. После чего сможем уже делать нормальный фронт. Как отвратительно воевать с вот этими непроходимыми территориями. С вот этими странными варенитками, которые можно сделать фронт. И странами в Альянсе, которыми нельзя объединить этот фронт. То есть это уже разные фронты. Нельзя нарисовать один фронт фельдмаршала на весь Альянс. Извините. Вот, кстати говоря, тоже получилось окружение. Не такое плохое. Но тоже его нельзя с одной стороны прикрыть. Потому что, ну, нельзя, да. Все, запрещаем вам. Только с той стороны фронт будет рисоваться. Ну то, что я, наверное, на этом и закончу текущую серию. Мы уже почти объединили полностью Римскую империю. Настолько вот на западе остались некоторые части. И чуть-чуть островов внутри. Но мы, обязательно, про их не забыли. Мы их еще закроем. Здесь вот так я просто отступил на территории. Потому что это я... Я-я-я просто, ну, не хочу здесь воевать. Просто вот эти вот фронты, которые постоянно ломаются, меня скорее на нервы сведут. Поэтому просто про них забудем. До конца войны. Россия капитулирует, я думаю, достаточно быстро. У нее там поддержка войны просто улетает постоянно. У нее еще от холодной войны минус 10. Потому что она ведет холодную войну с Францией, которой уже нету. Да, сложно же сделать, проверить, чтобы Франция не существовала. Тогда выбираем этот, выбираем модификатор. А такие проверки суперпростые, насколько я знаю. Так что в следующей серии мы добьем окружение. Я думаю, победим Россию. Победим Антанту. И уже займем свое законное место наследника Римской империи. А с вами был Допгайм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, дискорд. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.